МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я даже и не знаю, с чего начать. Нам всем выдали по пустой записной книжке и карандашу, а также велели вести свои дневники как можно чаще. Так что, да, это моя первая запись, и, надеюсь, она не окажется последней. Сейчас достаточно темно и дождливо, боюсь, надвигается шторм. Настолько холодно, а мы не можем развести огонь, так как мы слишком близки к границам врага. Но я не жалуюсь, после стольких дней ходьбы под горячим и умолимым солнцем дождь стал невероятным облегчением перед завтрашним днем. К счастью, мой дозор подошел к концу пару часов назад, так что у меня есть целая ночь, чтобы подготовиться. Я думаю, я должен написать что-нибудь о прошлом, прежде чем перейду к завтрашнему дню. У меня есть семья, красотка, жена, двое детишек, брат и сестра моего возраста. Мы все живем под одной крышей, каждый думает о своем, но мы счастливы. В последнее время мы стали слышать все больше историй о странных созданиях и монстрах, появлявшихся на наших северо-восточных границах. Мы не обращали на это внимание, думали, что это вранье, и вовсе невозможно. Но мы ошибались. Мы так сильно ошибались. После того, как мы потеряли нашу огромную крепость от молниеносного удара неизвестного нам врага, мы, мой брат, я и сестра, были призваны на следующий день. Поэтому мы здесь, сотнями сидим в этой грязи и кромешной тишине, в ожидании получить последний приказ и выдвигаться. Я никогда не держал меч в своих руках, никогда в нем не нуждался. В те времена, когда у нас были проблемы с волками, я мог преследовать их, орать и вести себя, как пьяный идиот. Но я думаю, это не спасет меня в этот раз. Разве что, если мои враги не умрут от смеха. К счастью, мой брат и сестра не такие, как я. Они оба потрясающие воины. Я надеюсь, я получил хоть немного боевых навыков от своего отца. Я не знаю, где они, брат и сестра. Нас разделили на три большие группы, так что я думаю, мы будем защищаться или атаковать с трех фронтов. Мне нравится моя группа. Я нашел пару друзей, Джека и Джона. И эту безумную девчушку Лиззи. Мы зовем ее Лиз. Они все одинаково в неведении обо всем этом, как и я. Джек вовсе был моим соседом, жил в соседней деревушке. А Джон, его очень хороший друг. Мы ничего не знаем, Алис. Она всегда была молчалива, но, по крайней мере, улыбнулась нам. Мы договорились следить друг за другом. Так что это теперь моя банда, так сказать. Они все спят. По крайней мере, я так думаю. Им нужны их силы. Я тоже должен поспать. Но я сильно нервничаю. Эй, я не могу прекратить думать о том, что я слышал пару часов назад. После возвращения с моего дозора. Когда я проходил мимо наших командиров, я услышал, как они говорят о строительстве нескольких защитных башен. Я думаю, это наша задача на завтра. Я надеюсь на это. Потому что я хотел попросить моих друзей научить меня держать в руке меч. Я должен скорее с этим разобраться. Это действительно происходит. Война пришла на наши мирные земли. И я часть этого, так же, как и сотни моих новых друзей, лежащих, болтающих рядом со мной. Я слишком напуган, чтобы признать, что мало кто из них дойдет до конца. Вернется домой, чтобы показать дневники своим семьям. Один из наших главнокомандующих, его зовут Бестмастер. Он может призывать ястреба, который будет следить за местностью так, что никто не проберется к нам незамеченным этой ночью. Я постараюсь поговорить с ним завтра, а пока мне лучше отдохнуть. Пожелайте мне удачи. Субтитры создавал DimaTorzok